Компания «Анрекс» – один из известных белорусских производителей. Основная продукция предприятия – корпусная мебель для гостиных, спален, прихожих и кабинетов. Неустанно развиваясь и совершенствуя технологию производства, специалисты компании вывели ее на стабильно высокий уровень, который признается не только в Беларуси, но и за ее пределами. Новый цех буквально в минувшем году появился в микрорайоне Ковалева и уже активно работает. В 2020 году было приобретено здание сооружения на аукционе. После этого мы начали заниматься реконструкцией здания. В течение полтора года мы сделали реконструкцию здания и запустили производство. На сегодняшний день на этом участке, в этом цеху работает больше 200 человек. В перспективе развития мы планируем до 500 человек. Успех любого предприятия зависит от людей, которые трудятся на нем. Многие работники компании не изменяют Анрексу на протяжении уже многих лет. Ведь условия труда здесь комфортные, а заработная плата достойная. На рабочей встрече об этом Александр Рогачук говорил неоднократно. Во многом благодаря таким компаниям, как Анрекс, город продолжает развиваться. Я вам с уверенностью говорю, что город Брест, благодаря в том числе таким предприятиям, как и ваше, стал лидером среди областных центров по экономическому развитию. Это очень-очень неплохо. И косвенным показателем этого состояния, довольно хорошего, является условная самая высокая ликвидность жилья, строительства жилья в нашем городе Брест. Общение городоначальника с коллективом предприятия получилось скорее неофициальным, потому и достаточно открытым. Люди довольны тем, что имеют, поэтому их интересуют другие аспекты, связанные с жизнедеятельностью и функционированием областного центра. Не остались без внимания темы садовых товариществ, работа нового медицинского комплекса, сохранение историко-культурного наследия и, конечно же, проект новой редакции Конституции. Так как основные положения давно размещены на интернет-платформах, многие уже знакомились с их перечнем. По мнению Александра Рыгачука, это те изменения, которые продиктовало время. Новая редакция Конституции, на мой взгляд, это реновация лучшего, что уже наработано в истории белорусской государственности. И те поправки, которые вносятся, они абсолютно очевидны или констатируют уже очевидные моменты, или же делают хорошие посылы на то, чтобы сохраниться нам, как суверенному молодому белорусскому государству. Открытый диалог с городоначальником – это всегда возможность для людей одним из первых узнать, какие изменения планируются в областном центре. Так получилось и в этот раз. В частности, речь о новом торговом центре, который может появиться вблизи гипермаркета «Корона» по улице Московской. Вовлечь в оборот все, что есть, прежде всего, в центральной части нашего города, потому что объект, вовлеченный в систему жизнедеятельности, в хозяйственные деятельности – это совершенно другой объект. И здесь мы немножечко отстаем от Гродно, где практически нет пустых зданий, нет неиспользуемых зданий. Вот почему, как приоритет, нам надо определиться по судьбе каждого конкретного объекта в исторической части. Что касается вот этого торгового объекта, да, это был лучше долгострой, и поколение брещан выросло при этом белом заборе. И считаю, что так и должно быть. Поэтому то, что там появился собственник, инвестор, и будет хороший торговый объект, я лично в этом не сомневаюсь. То, что найдут своих хозяев эти площадки вдоль улицы Октябрьской революции, Варшавское шоссе, я тоже в этом не сомневаюсь. Встреча на предприятии получилась достаточно живой и открытой. Такие локальные мероприятия, с одной стороны, дают шанс людям задать напрямую волнующие и наболевшие вопросы, минуя прямые телефонные линии и приемы граждан. С другой – это шанс для представителей вертикали власти узнать, что интересует действительно инициативных людей, которым интересно будущее их города и страны. Я, в принципе, удовлетворен теми вопросами, которые они задавали. Видите, их интересует все. И городская среда, и культурная среда, и наше историческое наследие, и наши здания, которые надо сохранить. Это говорит о том, что мы не делаем, например, разницы между государственным и частным предприятием в работе с трудовыми коллективами. И это говорит о том, что брещане искренне любят свой город, искренне радуются за его достижения и готовы подставить плечо и местным органам власти, и всем другим структурам для достижения целей, чтобы сделать наш город лучше, ярче и краше. В рабочем графике градоначальника на ближайшее время запланированы аналогичные встречи и на других предприятиях областного центра. Главные темы будут взяты на карандаш для дальнейшего обсуждения или решения.